Да, я зашел. Отлично. Все обученное. Здравствуйте всем. Меня слышно, да? Все хорошо? Да, слышно. Отлично. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые родители, учителя, коллеги. Сегодня у нас состоит необычная встреча. Сегодня будет открытый разговор с доктором биологических наук, ректором нашего Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова Анатолия Николаевича Николаева. Анатолий Николаевич, позвольте, при тем, как мы приступим к общению, немножко рассказать об общих правилах. Светлана Васильевна, в принципе, уже, как бы, ребят погрузила в эту атмосферу, но напомню, на всякий случай. Сегодня вы можете задать свой вопрос напрямую ректору, неважно, кто вы, выпускник, будущий, родитель, ученик и так далее. Принимайте активное участие, регистрируйтесь в чате, напишите, кто вы, откуда вы, какая школа. Нам все это очень важно, мы очень внимательно относимся ко всем вопросам, да. Нас сегодня будут помогать в чате, вопросы из чата будут озвучены Владимир Худзолов. Владимир, Владимир, вы на линии, да? Я на линии Туяра. Да, да. И в общем зале буду работать я, Туяра Павлова. У нас очень много вопросов поступило уже по электронной почте, по WhatsApp, и мы постарались их взвлокировать. Туяра, сразу хочу успокоить участников, да, пока мы все вопросы, я не отвечу, да, я специально выбрал время, вот, конец рабочего дня, даже рабочей недели, так, чтобы могу два, три, четыре, не знаю, там, во сколько закончим, да, если людям не надоест смотреть на меня, и поголовно все не выйдут, я не остановлюсь, да, и завершающие вопросы я буду сидеть, отвечать. Мне очень приятно вот участвовать вот в данном формате общения. Дорогие участники, я вас еще раз попрошу отключить микрофоны, чтобы не мешать друг другу, да, и, соответственно, важный вопрос, где можно будет это увидеть, это все будет размещаться на YouTube-канале университета, на сайте для абитуриентов по подписывайку.рус, и вся информация, которая прозвучит сегодня, она не потеряется. Так что мы начинаем, передаю слово Анатолию Николаевичу, всем продуктивной встречи. Ну, всем еще раз, да, я сперва хочу, ну, чтобы не голословно брать и говорить, да, чтобы голову сбрело, да, я сперва реструктуризировал, да, информацию, о чем будет сегодня разговор, да, вот я подготовил, ну, немаленькую презентацию, да, да, если будет интересно, то эта презентация может быть передана через центральную приемную комиссию, да, и через нашу Ахдосу, Светлана Васильевна, да, и нашим партнерам, да, вы можете, в принципе, и пользоваться, да, подготовленной мною, ну, при помощи своих коллег, да, ну, и сам до последнего, вот буквально три минуты назад я последнее сохранение сделал вот этой презентации, да, и готов представить перед участниками. Ну, давайте я демонстрацию экрана поставлю. Так, все, все хорошо видно. Так, слэчу и текущего слайда. Ну, я, конечно, сегодня вот презентация будет состоять из двух моментов, да, первый момент это об итогах приемной кампании в 2020 году, да, я еще вот, в прошлом году осенью про это говорил, да, что мы достигли, потому что прошлый год для нас был достаточно необычный, да, в плане пандемии, да, мы не видели ни одного абитуриента в очередь, да, и сделали достаточно неплохой набор, который в скором времени завершит первый курс. И второе, вторая часть это измененные правила приема в нашем университете, да, который будет в 2021 году, ну, и третья часть это структура, деятельность, планы развития нашего университета, да, это все-таки вы должны, если кто заинтересовал, кому кого-то заинтересовал наш университет, да, и кто желает и планирует поступить в наш университет, действительно должен знать, чем дышит, работает, чем занимается университет, да, где положительная сторона, где сильная сторона, да, и что делает университет для того, чтобы быть привлекательным, быть в тренде и быть, можно сказать, современным. Так, ну, итоги прошлого года, да, это в прошлом году, вот этого я уже показывал, да, читать не буду, у нас где-то более 23 тысяч заявлений было, да, и на первый курс поступило более 5,5 тысяч студентов, да, первого курса, да, это на все направления, да, мы рады были тем, что прошлый год было заменован тем, что у нас достаточное количество истобальников было, да, и призеров, победителей, олимпиады школьников, ну, и на целевые места, конечно, у нас целевых мест было достаточно много, да, мы не все запомнили, да, и в этом году очень надеемся, что насчет целевых мест будет сделана достаточно плотная работа, и мы целевые места заполним. Средний балл действительно неплохой. Так, идем дальше, ну, вот эта информация по итогам приемных кампаний и в Головном УЗИ, да, и по нашим филиалам, очная форма обучения, очная, очная форма обучения, да, в принципе, достаточно большое количество студентов поступило по различным направлениям, это начиная и от СПО, бакалавриат, магистратура, аспирантура, ну, и ординатура. Тут видно средний балл, да, вот средний балл ИКЕ, к которому поступили где-то 65, да, и получается вот средний балл именно по нашим учебным подразделениям, где был наивысший балл, да, и где баллы чуть пониже. В прошлом году мы проводили прием документов только дистанционно, да, и через сайт вот этот вот контент «Прием 2020» ЦУФУ был сделан, да, все вступительные испытания и так далее были проведены только с использованием цифровых технологий. В этом году, в принципе, у нас возможности будет шире по приему документов, да, и по испытаниям. Об этом чуть-чуть дальше я расскажу. Вы уркотствовались приказом Миноборнауки от августа прошлого года по порядку приема, да, ну, уркотствовались в этом году, да, и в этом году мы правила приема, если в предыдущие годы выставляли, принимались и выставлялись на сайте до 1 октября, то в прошлом году, в связи с изменениями, да, мы выставили правила приема к 1 ноября. Вот соответствующий приказ был подписан, да, и в этом году план приема на этот год у нас достаточно большой, это только бюджетные места мы имеем в виду, да, а вот 5 тысяч – это вместе с коммерческими местами. Вот на СПО у нас увеличение, да, если в прошлом году было 240 мест, да, то в этом году СПО 295. По бакалавриоту и так далее у нас, в принципе, есть небольшие увеличения где-то процентов на 5, да, но на магистрические программы у нас получилось, ну, прием на бюджетные места снизился более чем на 7%. А в целом у нас увеличение где-то бюджетных мест где-то мест на примерно где-то 150, если все в совокупности, если взять. Это по направлению подготовки, да, это мы специально вот так для удобства показали, что было, как было в прошлом году, да, и как сейчас стало в пятом году. Если взять, посмотреть на инженерное дело, где-то примерно на 50 бюджетных мест стало больше, да, медицинские здравоохранения где-то на 20 мест стало больше, средство хозяйства осталось на одном месте, да. Ну, вот по гуманитарным наукам есть некоторые снижения, где-то мест на 30 у нас получилось снижение. Какие же документы в этом году нужны будут? Ну, конечно же, паспорт, документы об образовании, да, подтверждающие права, это особые права, если там инвалидность, ОВЗ, там результаты об Олимпиадах, ну, индивидуальные достижения. Если вы целевой договорник, то договоры с... Здравствуйте. Добрый день, да, и что нововведение, да, это в этом году обязательно нужно будет страховое свидетельство пенсионного страхования, это СНИЛС, это нужно, ну, и при наличии, если, ну, дальше, для чего это нужно, дальше уже будет слайд. Да, да, вот, какие же способы подачи документов, да, если в прошлом году у нас подача документов была только онлайн, да, то в этом году первое, это можно подать личное, через доверное лицо, но тут личная подача, все-таки тут пандемия до конца не побеждена, да, и, ну, коронавирус, да, и связи с ситуацией по коронавирусу будем смотреть, да, и, ну, не пугайтесь, да, ну, конечно, лично можно будет подать документы, да, но если ситуация будет слишком, ну, нехорошая, да, то, конечно, если будет рекомендация подать только электронно, да, то мы будем быстро переведем только на электронный формат. В этом году появляется новый сервис, это поступление в ВУЗ онлайн, это через государственные, через госуслуги, ну, и в этом, в прошлом году у нас не было, да, но в этом году появляется подача документов через почту России. Поступающий, тут тоже нужно знать, что не более по пяти образовательным программам в головном ВУЗе можно подать, да, и не более чем по трем образовательным программам отдельно в каждом из филиалов, но мы вчера, у нас был ученый совет, да, мы приняли решение, что не более десяти, включая филиалы, можно подать на направление. Так, это минимальные баллы по вступительным испытаниям, да, это по приказу Министерства образования Российской Федерации, приказ номер 1113, да, и минимальные баллы, это по предметам русский язык, математика, физика, ну и так далее. По некоторым моментам университет будет делать вступительные испытания по образовательным предметам, ну, кто может это сдавать, это лица с профессиональным образованием в СПО, ВО, инвалиды, в том числе и дети инвалидов, иностранные граждане, которые будут обучаться на платной основе, будут сдавать вступительные испытания по приоритету. Поступающие в текущем или пришественном календарном году, которые получили аттестат и прошли в форме государственного выпускного экзамена. Ну и, конечно, при наличии и задаче вступительных испытаний, проводимых в СВУ самостоятельно. Ну, учитывается, конечно же, наивысший результат ЕГЭ или вступительных испытаний в ВУЗ. Так, ну, тут в отличие от прошлого года, я об этом еще осенью, когда была тоже онлайн-встреча, я говорил, что сейчас получается в правилах приема по отдельным направлениям указано, мы еще в прошлом году вот это принимали, абитуриент может выбрать, есть выборная, да, или физика, например, вот, например, на строительство абитуриент может выбрать, ну, например, математика, и выборная или физику, или информатику, и далее русский язык. То есть, где больше баллов у абитуриента будет, да, может выбрать или информатику, или физику. Это вот в отличие от прошлого года, а в этом году вот такие нововведения будут. Но я считаю, это достаточно хорошее движение в сторону абитуриента. И на какой основе можно поступать? Конечно же, это общий конкурс, бюджет без вступительных испытаний. Это особая квота, в рамках приема особой квоты, и целевая квота, и платное обучение. Индивидуальные достижения, в отличие от прошлого года, в этом году у нас достаточно сократили. Если в прошлом году был достаточно широкий спектр моментов, по которым у нас зачислялись дополнительные баллы при поступлении. Сейчас в основном идет спортивные достижения, потом знак ГТО, потом Олимпиады. Потом волонтерские движения, да, и из перечня школьных Олимпиад. Тут по баллам, если взять, то будут, например, заскринить вот эту таблицу. И тут очень кратко и компактно написано, за какие достижения дополнительные баллы будут. Так, особые права победителям, призерам Олимпиады сперечни в СОС и ВОЖ. Право, это дает 100 баллов, это победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Ну, тут я специально акцентированно говорю, заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, не регионального. Да, и вот это считается в течение вот последних четырех лет и последующих годов проведения СОС и ВОЖ. И самое главное условие, еще тут нужно сразу учесть, что 75 баллов и выше должно быть по профильному предмету. Вот тогда это будет приравниваться к 100 баллам и правила приема без вступительных испытаний. Это тоже надо знать и учесть. Если будет, например, вот победители, но по профильному вы получили, например, 65 или 74-72, то, конечно, вы уже будете в дальнейшем поступать по общему пункту. Так, тут почему я вот СНИЛС, я в начале свое сообщение говорил, СНИЛС. Сейчас в этом году не будет фамилий списка, ФИО не будет указываться, да, и в списках для поступающих будет указан СНИЛС. Но если СНИЛСа нет, то уникальный код поступающего. Код поступающего делает, например, приемная компания, ну, приемная комиссия будет делать, вот уникальный код поступающего. И далее вот список, который, ну, не по фильме, не Иванов, Петров, Сидоров и так далее, а номера СНИЛСа, да, будут, вот этот список будет обновляться ежедневно не менее пяти раз. С девяти утра до восьми вечера по местному времени. Не по Москве, а по местному времени. Вот начало приема у нас буквально начнет, ну, менее чем через два месяца. Да, указаны даты по результатам вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний в ВУЗа с 11 июля, да, только по результатам ЕГЭ прием документов будет 25 июля, да. Ну, и при наличии ваканских мест, да, если будет недобор на платные места, да, то прием документов будет завершать не позднее 15 октября. Ну, сроки проведения вступительных испытаний нашего ВУЗа будет с 12 по 25 июля. Ну, а так, расписание мы посмотрим, да, и к 1 июня мы... Тут еще один момент, да, пожалуйста, у кого микрофон включить, пожалуйста, выключить или администратор. Тут микрофон включил и это, как-то это, он идет. Да, просим, чтобы это ведь делается, чтобы всем было удобно, просим проследить, отключить. Да, так, и, конечно, тут нужно еще учесть один момент, да, если, например, в прошлом году тоже мы примерно такие же сроки ставили, да, но в связи с тем, что по коронавирусу ситуация осложнилась, да, у нас сроки были как бы скорректированы. Это, мягко говоря, скорректип, просто-напросто, прямым народным словом, они были сдвинуты на более поздний срок, да. Но в этом году будем надеяться, что таких сдвигов не будет, да, и мы именно в сроки сделаем всю приемную кампанию, да, и наши студенты будут зачислены именно вот те сроки, которые будут указаны сейчас, да, а не почти перед первым сентября. Вот зачисления. Зачисления, в отличие от предыдущего года, будет всего два этапа. Это 30 июля, это приоритетное зачисление, да, это без вступительных питаний и лиц, который имеет особые права. И зачисление на целевое обучение. И в отличие от прошлых разов, да, будет 5 августа основной этап зачисления. Если в прошлом году и предыдущие годы было два этапа зачисления на основной конкурс, да, он проводился, например, где-то 5, потом 8, да, или 4, потом 8, то в этом году будет только 5 августа. Только поэтому, если, например, в прошлом году абитуриент говорил, ну, вот сейчас пока по первому этапу я вам основной диплом не дам, да, вот, ну, не согласен, я буду ждать второго этапа, если там не поступлю по второму этапу, к вам приду. Вот такого в этом году не будет, да, поэтому это, конечно, ужесточает, как бы, конкурсный поток абитуриентов, поэтому очень надо тщательно подумать свои шансы поступить. Второго, вот, шанса поступления, но второго дня нет, поэтому нужно очень тщательно смотреть со своими шансами по спискам и заранее сориентироваться, да, и выбрать основное направление, куда вы хотите поступить. Ну и далее информация по приемной кампании размещена на нашем сайте, это прием.acufu.ru. Еще один момент, да, вот, участие и результаты в мероприятиях, включены в перечень Министерства просвещения РФ, это вот приказ от 11 декабря 2020 года, да, и в этот список включены вот более 600 мероприятий по олимпиадам, музыкальным конкурсам и так далее, да, и этот приказ тоже нужно будет посмотреть и ознакомиться. Так, на целевое обучение обычно вот такие вопросы бывают, да, в этом году примерно предварительным расчетом будет объединено больше, чем в прошлом году целевых мест, это 779 мест мы рассчитываем на целевое обучение, да, это по программам, по формам обучения, это в основном это очная форма обучения будет, да, вот, по бакалавриату, более 300, ну, в принципе, вот по этим направлениям у нас будут. Нужно тоже заранее находить работодателей, да, и с ними заключить целевые договора, да, чтобы иметь возможность поступить на целевое место. Кто может быть заказчиком, ну, это для целевого обучения, тоже это для примера, ну, можем говорить, это может быть и государственные органы различного уровня, да, предприятия, госкорпорации, аукционерные общества, ну, и так далее, и так далее. Ну, вот контакты написали, ну, и далее, вообще, что из себя представляет на данный момент наш университет. Наш университет – это один из десяти федеральных университетов, да, и сейчас нами подготовлена программа развития до 30-го года, в два этапа, первый этап – до 25-го, второй этап – в 25-е, 30-е годы, да, и территория нашей ответственности – это территория северо-востока нашей страны. Конечно, ответственность достаточно большая, да, и в связи с этим университет перед собой ставит достаточно глобальные задачи. Сейчас у нас, вот, миссия мы пересмотрели, да, поменяли, в отличие от прошлых разов, да, у нас миссия достаточно лаконичная и запоминаемая, запоминается, да, это формирование нового поколения профессионалов. Вот это вот наш девиз, в рамках которого мы, в принципе, все работаем. У нас более 1600 новосипедовательских кадров, да, более 19 тысяч обучающихся, да, где-то 500 иностранных студентов, мы, когда проводили анализ, у нас даже иностранных студентов больше, чем студентов из других субъектов нашей страны. Институты, факультеты представлены. У каждого института и факультета есть определенная символика, определенный цвет, да, в рамках которого, конечно, каждый институт, факультет, он, в принципе, достаточно узнаваем. В рейтингах мы достаточно высокие места в Российской Федерации занимаем, да, и мы где-то примерно 30-е, плюс-минус, да, и, ну, мы очень рады, что по одному из ведущих рейтингов, таких как вот TimeHandEducation, THA, мы вошли в основной рейтинг, да, тут и по физическим наукам мы тоже вошли в основной рейтинг, да, мы в предыдущие годы туда не попадали. Далее, вот, СУУФУ в рейтингах, это THA Impact, это в рамках THA сейчас, с 2019 года началась оценка влияния университетов на устойчивое развитие человеческого, вот это вот 17 целей устойчивого развития, да, вот тут представлены, вот, в 2019 году мы попали по пяти направлениям, в 20-м по десяти направлениям, да, и вот буквально вчера стало известно, что в 21-м году мы попали по из 17 по 16 направлениям в основной рейтинг, вот Impact Ranking, вот, рейтинговый агентство ATH, это для нас достаточно хороший знак, да, потому что в ближайшие 10 лет наша программа развития будет строиться в целях устойчивого развития СИВ. Так, вот образовательные программы, да, у нас в целом где-то 680 программ, да, и те, кто захочет поступить к нам, да, получат широкий спектр образовательных услуг. Так, буквально 2-го апреля мы получили документ о том, что мы прошли аккредитацию, да, по всем вот этим 680 программам, да, так что все, кто поступит, да, получат документ, диплом государственного образца. Ну, провели достаточно большую работу, но это мало сказать, да, если, например, по всем вот этим программам, для того, чтобы пройти аккредитацию, я не скажу, сколько страниц это получилось, да, но если кто понимает, сколько стоит, весит гигабайт, мы подготовили и загрузили на сайт Росвоборнадзора 937,4 гигабайта информации. Ну, почти терабайт информации мы загрузили в Росвоборнадзор, чтобы пройти аккредитацию. Это достаточно колоссальный труд большой команды. Но это, считаю, это действительно мы прошли очень большой путь для того, чтобы пройти вот эту вот аккредитацию. Так, далее, по ДПО, почему я это показываю, да, дополнительные программы, да, у нас более 700 программ по дополнительному образованию, да, это повышение публикации, да. Тут мы буквально недели две назад, ну, недели две назад, где-то 9 апреля, 9 апреля мы были в Сочи, да, как раз там оно, Россия страна возможностей, да, где что делают, лидеры России и другие, КСИН, я профессионал, и другие вот, например, программы, которые вот это вот курирует, да, вот эта вот организация, да, мы с ними подписали соглашение, да, и в нашем университете будет создан центр компетенций совместно с ОНО Россия страна возможностей, да, и этот центр будет, одним из ориентированного центра будет работа со студентами, чтобы дополнительные скиллы, это вот навыки или там компетенции давать нашим студентам, чтобы они были наиболее конкурентоспособны. То есть во время обучения вы можете получить дополнительные, не только знания, да, но и дополнительные дипломы, дополнительные какие-то моменты или навыки, или мастерства для того, чтобы в будущем быть в наиболее выгодном положении, чтобы получить хорошее рабочее место. И Алексей Геннадьевич Комиссаров, да, руководитель, вот оно страна возможностей, сказал, что сейчас прорабатывается в Федеральном министерстве момент, чтобы кроме диплома еще дополнительных студентам в скором времени будет принято, да, что будут давать еще дополнительные вкладыши по компетенциям, какими же компетенциями владеет, кроме оценок вкладыша в дипломе, какими же компетенциями владеет студент. И это будет одним из вот таких положительных моментов для того, чтобы работодатель смотрел на студентов, да, не только оценки, да, но и смотрел, какими же навыками он владеет, действительно ли этот выпускник или этот студент в будущей его работе. Так что, думаю, это очень хорошее начало и начинание для нашего студента, для того, чтобы наши студенты стали более конкурентоспособными на рынке труда. Ну, конечно, знаю, у нас есть СУНС, работает, да, и достаточно хорошо. И в этом году совсем, вот буквально месяц назад мы выиграли очень хороший проект нашего министерства, да, это на 206 миллионов рублей на модернизацию нашего СУНСа. На создание особых условий для того, чтобы школьники, которые будут, придут обучаться в наш специализированный учебный учебный центр, вот качество обучения, чтобы увеличилось, да, и условия проживания и так далее, и так далее, стали намного лучше. Мы, конечно, у нас, они условия достаточно хорошие, да, но с такой поддержкой финансовой, да, мы сделаем достаточно много для того, чтобы и СУНС университета стал достаточно сильным и узнаваем не только у нас в регионе, да, но и по всей России. Удачно у нас работает Дом научной коллаборации, да, буквально утром тут же там был, да, там мы провели, открыли вот IT, по IT направлению Хакатон. Ну, сейчас широко работаем со школьниками, да, и вот тут видно, что детский университет, да, малая академия, уроки технологии, да, для родничных классов, ну, и повышение квалификации для учителей. Мы, конечно же, там делаем. Ну, хотел бы сказать, кроме вот этого, вот этих моментов, да, в университете в прошлом году мы открыли университетскую точку пения, где достаточно плотно проходят мероприятия. У нас в университете достаточно интересно становится, да, и сейчас буквально я тоже оттуда перешел, буквально час назад, ну, час-пятнадцать назад я буквально был там, на еще одном мероприятии, да, потом прибежал сюда, чтобы встретиться вот с участниками вот этого мероприятия. Кроме точки кипения, мы планируем еще расширить пространство для наших студентов, да, сейчас делает эскизный проект в главном учебном корпусе, там на четвертом этаже есть очень хорошее пространство, раньше там был минералогический музей, это почти тысяча квадратных метров, да, там тоже будем открывать центр студенческих инициатив на тысячу квадратных метров, да, это тоже достаточно, почти в точке кипения достаточно хорошо оснащенное место будет, да, для общения, для мероприятий, для студентов. Еще планируем открыть специализированные аудитории для исторического факультета, ну, вот, чат пока широко не обсудили, это пока секретная информация, да, для того, чтобы со студентскими историками, да, и интересующимися людьми по истории, да, делать какие-то там дебаты, политические дебаты, ну, и в целом разговаривать о развитии общества, ну, достаточно будет интересно. Так, у нас вот университетский образовательный округ, наверное, участники образовательного округа тоже присутствуют сегодня. По научной деятельности у нас все лаборатории открыты для наших студентов, да, и ни одна лаборатория не закрывает от студентов, да, и они, наоборот, приветствуют, когда студенты проявляют инициативу и приходят в наши лаборатории. Еще один момент, который я вот хочу показать, да, научный потенциал университета достаточно сильный. Сейчас стал действительно сильным, да. Если, например, взять все академические институты, ну, я не хвалюсь, да, это действительно, и все академические институты, которые находятся в Якутске, может быть, даже в Якутии, да, и взять потенциал нашего университета, все научные публикации, если сделать это как 100%, да, вот это 100%, да, то где-то 65% публикаций – это публикации нашего университета. Это почти 700 публикаций Web of Science Campus, это действительно высокого уровня публикации делает научные педагогические кадры нашего университета. Это действительно большое достижение, да, если, например, в 2010 году было не так уж и много, да, но другие институты тоже не стоят на месте, да, но мы действительно сделали достаточно высокий прорыв в научных исследованиях. В рамках вот этого и индекс Хирша, и статус, и вообще уровень наших сотрудников стал выше, да, и в последнее время мы начали выигрывать очень хорошие проекты. Например, мы никогда не думали, что мы выиграем проект аж на 90 миллионов на исследование языков и культуры Северо-Востока, по гуманитарному направлению, мегапроект. Мы никогда не думали, что прямо отдельно на создание лаборатории по генетике, по медицине, да, выиграем, нам дадут 54 миллиона в год на создание вот этой лаборатории. Команда достаточно молодая. Мы никогда не думали, что прямо фонд Абу-Даби нам на 500 тысяч долларов купит оборудование и даст, вот это просто передаст нам для того, чтобы наши сотрудники занимались генетикой мамонтовых фаунд. Ну, действительно прорывные направления. И когда буквально месяц назад мы проводили форум университета геосердийской территории Российской Федерации, приезжал президент РАН Сергеев, и он действительно был впечатлен нашими разработками и буквально время от времени говорил, что это мировой уровень, это мировой уровень. Он буквально был, ну, счастлив, когда он держал зайца, которому 40 тысяч лет. В самой лучшей сохранности хобот мамонта он держал в руках. И видел, ну, я всегда ругал, тоже открыто ругал, почему же наши графены не так выстреливают, хотя достаточно много разработок. Но когда они показывали свои разработки президенту РАН, нашего лаборатории по графенам, то Сергеев сказал, что это очень хорошая разработка для того, чтобы делать искусственный интеллект. Для создания искусственного интеллекта там наши разработки тоже могут быть использованы. И в этом плане он дал контакты, да, и очень долго разговаривали, я даже не вмешивался в этот разработок, да, и надеюсь, вот наши прорывные направления будут необходимы для прорыва в целом науки в нашей стране. Так, ну и по приоритетным направлениям, ну, загружать не буду, да, вот по устойчивому развитию сферы мы по блокам разбили наше научное направление. Наш университет является и экспертным аналитическим, и инновационным экспертным центром. Вот экспертизу делаем и экологическую, и лингвистическую, правовую, медицинскую, техническую и так далее, и так далее. Ну вот уровень влияния программы развития, вы видите, это и национальные идеи, и нацпроекты, и программы развития макрорегионов, и субъектов. Вот далее по приоритету 2030 будем участвовать. Ну и, конечно, мечтаем в скором времени построить кампус медицинского института, да, и вторая очередь это улка естественных наук, это ИЭН и ФТИ, ну и третья очередь это улка педагогических наук. Ну и у меня вот на этом все. Да, и так что я готов отвечать на вопросы. Да, как раз предлагаю перейти к разделу вопросов в чате, Владимира, Владимира позовем, и он поможет зачитать вопросы. Вопросов уже накопилось достаточно. Да, вопросов накопилось достаточно, и первый вопрос, я прям зачитаю Анатолию Николаевичу. Здравствуйте, это Ачекасов Юрий, выпускник СВФУ, хочу спросить по поводу программы двойного дипломирования. Антон Николаевич, что Вы можете сказать по этому вопросу, Вам слово? Ну, сперва нужно уточнить, да, выпускник бакалавриата или магистратуры, или специалитета, тут тоже разные моменты могут быть. Если это выпускник, который закончил бакалавриат, да, то у нас, в принципе, есть магистрские программы по двойному дипломированию, да, это и по экологии есть, да, есть и по геоматике были, да, есть и языковые были, да. Ну, в принципе, по двойным дипломам можно тоже зайти на сайт, посмотреть, и конкретно по какому направлению, ну, не может быть такого, что человек просто хочет получить двойной диплом, да, нужно знать по какому направлению хочет, да, и тогда конкретный вопрос будет, да, тут, если очень точно надо ответить, то мои сотрудники, помощники помогут по конкретному направлению. А так, двойные дипломы у нас есть, но для того, чтобы было двойное дипломирование, да, то, в принципе, если это с иностранным университетом, то действительно нужно знать хорошо иностранные языки. Но если это двойной диплом, например, с другими университетами из Российской Федерации, да, то, в принципе, это тоже мы разрабатываем, да, сейчас, ну, успею, не успею, но в этом году у нас тоже планировали открыть программу двойного дипломирования, например, высшей школы экономики. Ну, насколько мы успеем, да, вот это вот сделать, это у нас финансово-экономический институт готовил программу, да, ну, такие программы действительно у нас есть. Хорошо. Я вот хочу зачитать еще один вопрос, очень интересный вопрос, задает Юлия Громова. Я учусь в 11 классе. В 9 классе была призером СВОЖ по филологии, русский язык, литература. Дает ли это мне дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ или только считаются результаты за 10 и 11 классы? Ну, если это входит, ну, сейчас Светлана Васильевна более точнее скажет, если это входит вот в тот список Олимпиад, да, если это действительно федеральный уровень, да, если список входит, да, то может, да, это если в прошлом году. Светлана Васильевна так же, да? Да, вот как раз, по-моему, Юля спрашивает о том, что она в 9 классе стала призером именно федерального уровня Олимпиады, значит, ваши достижения, Юля, будут в этом году работать. И более того, что вы, если поступать будете именно в наш университет, то при условии, что 75 баллов получите, вы можете поступить на любое направление подготовки в нашем университете. Да, да, вот это действительно. Вот есть очень точные вопросы, да, то там действительно до последних 4 года, по-моему, считается. Да, до последних 4 года, да. Еще вопросы из чата, я вот вижу Нина Нагровицына, это, видимо, городская классическая гимназия. Нина, вы нас слышите, вы можете озвучить свой вопрос. Вы вот написали в чате, у вас есть возможность сейчас задать Анатолию Николаевичу вопрос. Это заместитель директора по работе с профильными классами городской классической гимназии. Нина Александровна, вы на связи? Да, добрый вечер, добрый вечер. Просто я не могла включить микрофон. Здравствуйте, Николай Анатольевич, добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас есть такой вопрос. Да, я зам директора по учебной части, курирую профильные классы. В нашей гимназии работает профильный университетский лингвистический класс. Наши дети хотят, выпускники, конечно же, хотят поступать и в СВФУ, и в другие вузы. Скажите, пожалуйста, возможно ли удовлетворить эти два желания? Это раз. Может быть, есть какие-то программы обмена студентами или стажировки в других вузах? Нас, конечно же, интересуют СФИР и ФЛФ. И еще один вопрос. С какими вузами российскими, зарубежными сотрудничает наш университет? Спасибо. Да, ну действительно, при поступлении, особенно в условиях, когда всего один день зачисления, нужно заранее подумать, или вы успеете ли, например, если это вуз другого города, успеете ли вы туда поехать подать и потом передумать буквально за несколько часов, если там передумаете, перебраться к нам, потому что мы не можем по копии аттестата сделать прием. Поэтому можно между двумя городами остаться вообще без зачисления, не на один год. Поэтому заранее надо подумать, да, конкретно, где у вас будет приоритет. А если вот дальнейший вопрос, да, то обменная программа, конечно же, у нас есть. Да, мы и в рамках, если это зарубежные страны, да, то и в рамках работы в Ассоциации университетов Арктики, да, мы, у нас действительно есть программы обменные, это программа «Север-Север», программа повышения квалификации или зимней школы другими университетами, да, с которыми у нас есть и договорные отношения, да, и тоже двойное дипломирование, да. Например, я, будучи директором ЕН, мы открыли программу с университетами «Экс-Марсель», это двойной диплом, и они, наши студенты обучались тут, да, и на последний год ехали именно во Францию, да, и там заканчивали там и буквально на двух комиссиях сдавали и получали два диплома. Ну, конечно, были вот такие нюансы, да, поступив на вот этот момент, вот на эту программу, некоторые, те, кто не поехали во Францию, то, конечно, французская сторона давала свой диплом только в том случае, если человек туда приехал, там отучился, ну, если зачислился там, отучился, и тогда он имел право получить вот такой вот диплом. Далее, с университетом Хоккайдо у нас есть, да, есть еще моменты, когда вот по обменным программам не просто там обучение, да, по обменным программам тоже объявляется, да, и через конкурсы, через проекты наши студенты, в принципе, имеют возможность ехать, ну, достаточно широкий спектр стран. Это и европейские страны, и страны Азии, это Япония, Корея, в широком смысле и Китай. Мы входим в ассоциацию, многие ассоциации, например, это ассоциации технических университетов России, Китая, АТУРК, да, вот буквально месяца полтора назад, по-моему, мы стали со-руководителем вот этой ассоциации с российской стороны. Это руководитель, это Бауманка и Харбинский политический университет, Харбинский ХПУ. Это два достаточно сильных университета, да, и мы с российской стороны в ближайшие два года будем с руководителями, да, и будем курировать архивскую тематику. У нас там есть представительство, мы имеем совместную программу и с Харбинским восточным университетом, да, и СФИР тоже имеет несколько программ совместных с другими университетами, да, ну, в принципе, это нужно еще более уточнить, да, но, в принципе, такие программы у нас есть. Ну, далее мы, как между университетами, у нас тоже есть соглашение, да, есть не только по обучению, да, но и по многим мероприятиям, по проектам тоже. У нас студенты достаточно широко ездят, да, и участвуют и на конференциях, участвуют и в совместных проектах, да, и, могу сказать, возможности для университетов, особенно в данное время, достаточно большие. Ну, или что, я что-то пропустил или на все ответил? Спасибо. Ну, тогда дальше продолжим. Мы сейчас хотели бы вызвать в чат Ольгу Николаевну Лонгинову. Это тютер-тюнгюисты из СОШИ имени Шахурдина. Вот, у Ольги Николаевны есть вопрос. Ольга Николаевна. Здравствуйте, Анатолий Николаевич, коллеги. Здравствуйте, дети. Добрый вечер. Я бы хотела задать следующие вопросы. Первый вопрос такой будет. Если выпускник по каким-то причинам, допустим, не наберет конкурсный балл нынче, да, но очень хочет поступить в ваш университет, Северо-Восточный, Федеральный, мы бы хотели узнать, какова будет нынче стоимость платного обучения, среднее. Будут ли существовать скидки, кто ими может воспользоваться? Это первый вопрос. И второй вопрос такой. Каковы перспективы развития СПО в Северо-Восточном федеральном университете? Ожидаются ли новые направления? Спасибо. СПО? СПО. СПО. Хорошо. Ну, буквально по стоимости, да, по стоимости. Конечно, мы очень, конечно, хотим, чтобы выпускники достаточно на высокие баллы сдали ИГИ. Да, это мы в этом, конечно, очень заинтересованы, потому что одним из критериев оценки университетов это средний балл поступивших абитуриентов. Да, и за этим очень тщательно следят, да. И если взять, например, программу 5100, которая была, ну, в прошлом году она завершилась, это ведущая университет, да, мы, по-моему, это в 2012-2013 году вот эта программа была организована. Мы туда просто-напросто не попали из-за того, что у нас балл ИГИ был достаточно, ну, достаточно низкий. Ну, например, проходной балл сперва по первому потоку был 60, мы туда не попали, потому что средний балл по университету был 59 или 58. А потом у нас стало где-то 62, а проходной балл они еще выше сделали 63. Потом по третьему потоку мы выполнили все эти требования, да, но сказали, все, конкурс уже завершен, и все 23 вуза, которые туда попали, получили финансирование, а мы остались за бортом вот этого очень действительно хорошего, с хорошим финансированием проекта. Там проект действительно был хороший, да, до 500-600 миллионов рублей, если вот по первой категории, в последние годы, по-моему, даже до 800 миллионов рублей в год было финансирование вот этого проекта. Поэтому вот действительно мы заинтересованы, чтобы к нам поступить студент действительно с высокими баллами ИГИ. Это один из вот таких критериев уровня университета, да, и так. Но если, конечно, баллов будет не хватить для того, чтобы поступить на бюджет, у нас есть, например, нижняя граница баллов, да. Ниже вот этих мы не можем принять, это тоже надо знать. Если, например, нижняя граница, например, 40, да, если у ребенка по этому предмету будет 39, то если даже он хочет, очень хочет поступить, если даже действительно готов платить, мы просто-напросто из-за того, что ниже наших границ, мы его не сможем принять. Не то, что на бюджет, даже на коммерческой основе. Но если вот нижняя граница проходит, да, то мы у нас в этом году, мы, конечно, оплата за обучение, мы не должны снижать, ну, это рекомендовано федеральным министерствам, это не наше желание, да, не снижать ниже уровня тех, которые нам дает федеральный министерство. Это от 265 до 400 тысяч, до 400 тысяч, до 400 тысяч рублей. Но у нас вчера буквально мы приняли оплату, ну, снижение оплаты поступивших студентов, да, там есть определенная категория, за счет чего это снижается, да, мы приняли решение где-то не повышать, чем в прошлом году. Это от 125 тысяч рублей, это вот очное, да, от 125 до 170, может быть, если совсем высок, вот там 200-700 тысяч рублей. Но тут прошу учесть, что нас действительно ругают, что мы очень высокую оплату делаем для студентов, да, аж 125 тысяч рублей оплата, там, типа, это очень дорого, оплатить не можем и так далее, да, но если взять на киевы федеральные, которые нам устанавливали, 265 и 125, то получается за каждого ребенка почти 130-150 тысяч рублей университет сам из других своих внебюджетных средств покрывает расходы. Представляете, сколько денег университет платит за каждого студента, которого мы снижаем. Да, и действительно, если, например, родители хотят, чтобы студенты обучались в лучших условиях, ну, получается, вот, например, современный компьютерный класс, например, 20 компьютеров, да, 10 студентов, это вот, например, если за каждого студента мы недополучаем 140 или 150 тысяч рублей, это два действительно очень крутых компьютера, да, то есть, если 10 студентов платили бы полную стоимость, да, то это были бы деньги для того, чтобы мы для их обучения, для улучшения наших классов, купили бы новый компьютерный класс. Ну, да, и поэтому сейчас мы действительно руководителям учебного подразделения, центральной приемной компании, комиссии, да, всем ответственным делаем такое указание, чтобы агитировали насчет образовательного кредита. Сейчас Сбербанк делает образовательный кредит, 1-2%, 1-2% образовательный кредит, это действительно не смешно, 1-2% банк дает, да, но потребительский кредит где-то 12-16% люди берут. 1-2% для своего будущего, для своего образования, для того, чтобы стать специалистом, и потом возврат денег в течение 15 лет, когда вы уже становитесь специалистом, уже работаете, да, уже работая, после окончания, уже работая, в течение 15 лет возвращаете вот этот кредит. Конечно, сейчас агентство человеческим капиталом, вот именно для дальневосточных университетов, вузов, прорабатывает закон, да, или там изменение вот этого кредитования образовательного вообще без процентов. Это почти суда получается, да, но если это будет принято, будет еще лучше. Ну, 1-2% это действительно, считаю, это очень хороший момент. И без большого пресса на финансы родителей, да, там ничего особенного, ни залога, ничего не надо, просто нужна справка для того, чтобы, ну, потому что, ну, как бы студент, обучающийся на коммерческой основе. Тут мы работаем с банками, да, и, конечно, с ними ругаемся, ну, в хорошем смысле этого слова, да, банки тоже заинтересованы выдать кредит с большим процентом, да, там тоже нужно настоять, что вы действительно хотите именно образовательный кредит, а не потребительский. Они, да, да, все, вам согласовали, 5,5%, 6% мы даем, да, и к нам приходят, хоть вы же говорили 1-2%, почему нам предлагают 7-8%, да, и действительно нужно настоять, что это вы действительно хотите образовательный кредит 1-2%, да, и очень в этом смысле, это действительно хорошая помощь и для родителей, и для самих студентов. Так, ну, а насчет снижения, да, мы буквально вчера на ученом совете вот это вот сниженные баллы, ну, сниженную стоимость вчера приняли, а за счет чего это мы пока оставили на этот приказ, по-моему, 18-го года, там мы пока еще не меняли, но сейчас, скорее всего, будем дополнять, да, там нижний, ну, средний балл или там общая сумма баллов раньше была 160, но может быть чуть-чуть выше сейчас, да, и потом это должны быть выпускники из списка ассоциации Северо-Восточный образовательный округ, тех выпускники нашего ФУДОП, и по некоторым программам, если, например, это не бывает из ФИР, то прошедшие языковые курсы, да, имеющие там какие-то сертификаты, и педагогов, по-моему, там у них какая-то тоже школа, да, по-моему, в педеринской институте, да, прошедшие вот эту вот школу. Так что вот есть вот этот список, в принципе, есть, ну, по-моему, это на сайте тоже выбишем. Ну, вот, видимо, достаточно более широко, и, по-моему, я ответил на вас. Спасибо. Анатолий Николаевич, у нас есть также сегодня родители присутствуют, да, вот хотела бы сейчас вызвать в эфир Лену Николаевну Карамзину. У нее только вопрос, один из родителей. Лена Николаевна, вы на связи? Пока Лены Николаевны нет в связи, предлагаю почитать из чата, опять же, обратиться к Владимиру. Очень у нас активный чат, не забывайте задавать свои вопросы. Так, Лена Николаевна здесь. О, вернее, да, мы вас слушаем. Можно, да? В пользу случаем хочу поблагодарить Анатолий Николаевич вас и сотрудников университета за то, что предоставляете возможность участия наших детей в Олимпиадах федерального уровня. И вот у меня такой вопрос. Мой сын является призером нескольких Олимпиад федерального уровня, и у нас есть несколько приглашений от российских вузов как дипломанта. А сын также предусматривает возможность поступления в СУФУ. И вот такой вопрос. Есть ли у него льготы или бонусы при поступлении? И есть ли программа развития и поддержки одаренных студентов в учебных подразделениях с первого курса? Ну, чтобы получить поддержку от нашего университета, конечно, нужно поступить в наш университет, потом будем рассматривать. Ну, это, конечно, ну, чуть-чуть вот так взять вот такую паузу. Ну, в принципе, да, это, конечно, одновременно на данный момент в два университета поступить, конечно же, не сможет, если это не программа по двойному дипломированию. Но, действительно, у нас поддержка хороших студентов, активных студентов у нас достаточно хорошая, мощная. Да, и это и могут быть и стипендии. У нас, если обучаешься на отличное и хорошо, если круглый отличник, да, то можно получить и стипендию по, ну, правительственную. Да, это до 14 тысяч. Иногда совсем лучшие годы доходило и до 18, да, и по науке, и до 20. Ну, по-моему, последний раз, когда мы рассматривали, это было где-то до 14. Это у нас по пяти направлениям. Это за отличную учебу, за достижения в науке, за общественную деятельность, за культурную деятельность, да, и за спортивные достижения. По спортивным достижениям у нас по двум категориям, да, это 10 вот таких стипендий повышенные, да, это действительно для чемпионов, чемпионов мира, призеров совсем международных соревнований, да, для международных мастеров спорта и так далее. Но есть для, вот, ну, обычные, не скажу, спортивные достижения обычные не бывают, да, если вот чуть пониже рангом достижения спортивные, да, то, конечно, тоже вот такие стипендии бывают. Далее, мы активности студентов действительно поддерживаем, да, и за счет университета раз в год. Ну, в прошлом году действительно у нас не получилось в связи с пандемией, да, мы до 150 студентов отправляли двумя группами, по 75 в Питер и в Москву на рождественские каникулы. Потом у нас действительно широко открыта поддержка студентов по обменным программам, да, да, могут поехать и в другие города, университеты нашей страны, да, и, ну, и по обменным программам поехать и в другие страны. У нас по интересам тоже есть достаточно широкая поддержка, да, например, я про научную работу сказал, все наши научные лаборатории и сообщества открыты для студентов, да, если они действительно хотят заниматься наукой, да. У нас более 20 различного рода общественных организаций, да, активности которых мы тоже поддерживаем, да. У нас есть, например, действительно свои поощрения, да, и университетские, да. Ну, конечно, просто так университету деньги не достаются, да, но любая активность студентов, может быть, это не в денежном плане, да, но действительно она поддерживает. Почему вот сейчас мы широко открываем и ремонтируем, и делаем пространство для общения студентов. Например, в 19-м году, когда я стал руководителем нашего университета, первый вопрос студента был такой, ну, у нас нет мест, где бы мы собирались, где бы мы действительно активно участвовали, да, ну, свои идеи или проекты пополучали в жизнь, да, и, конечно, я сказал подумать и максимально помочь вот в этом деле. И, конечно, они, студенты, брали разрешение у директоров-деканов, чтобы после там обеда внеучебное время, чтобы им на вахте давали ключи каких-то аудиторий, да, и там они занимались теми или иными там активностями, да, делали мероприятия и делали вот свои проекты. Ну, сейчас действительно в разных локациях мы открываем точки для общения, творчества студентов. Ну, конечно, это не сразу делается, да, и сейчас мы программу своего развития, сейчас уже третий раз мы откорректировали, отправили в правительство Российской Федерации, лежит в нашем министерстве, да, и, надеюсь, будет поддержано. И там отдельный блок именно по молодежной политике, по воспитательной части, по поддержке активностей нашего университета, ну, студентов нашего университета. Сейчас вот действительно вот эти точки кипения, одним из моментов, это поддержка проектов наших студентов. Сейчас мы очень тесно работаем с тем же, вот Россия – страна возможностей, да, и сейчас идет отборочный этап, да, вот это, кейсинг. Потом далее я профессионал, я инженер. Ну, вот такие инициативы университет тоже действительно включается, да, и поддерживает. Потом мы очень сильно сейчас включены в работу WorldSkills. В прошлом году мы выиграли проект, да, и в этом году мы будем открывать именно лаборатории по WorldSkills, по-моему, по IT-направлению. Это 40 с чем-то миллионов нам через министерство просвещения нам передали для открытия вот этой лаборатории. То есть вот это вот тоже поддерживает. А, кстати, вот я про СПО, оказывается, пропустил ответить. Да, по СПО у нас два колледжа, это юридический колледж и колледж инфраструктурных технологий, это вот настроители. Вот как раз колледж инфраструктурных технологий действительно сейчас стал очень сильным, да, и в этом году у нас, по-моему, будет 294 бюджетных мест. Помните, представьте, 294, да, бюджетных мест, и эти бюджетные места просто так нам не дают. Мы должны подтвердить действительно уровень нашего колледжа. Мы должны войти в 50, топ-50 лучших колледжей Российской Федерации, чтобы нам давали бюджетные места. Это действительно высокий уровень, это надо подтверждать победами и достижениями наших студентов. Если мы туда не попадаем, то нам бюджетные места не дают, и тогда мы должны работать только на коммерческой основе. Поэтому мы постоянно улучшаем условия и улучшаем и материнскую базу, да, улучшаем и квалификацию наших преподавателей, сотрудников, для того, чтобы уровень нашего университета был действительно хороший. Ну, я, по-моему, ответил, да, на вопрос? Да, спасибо большое, Анатолий Николаевич, спасибо за активное участие всех. У нас, как видите, чат очень активен, поэтому предлагаю сейчас обратиться к Владимиру и ответить на несколько вопросов из чата. Спасибо, Туяра, да, вот правильно подметила, чат очень активный. Анатолий Николаевич, вот из того, что вы вначале говорили, поступил вот очень интересный и, наверное, актуальный вопрос от Татинского района, будут ли опубликованы обучающие видеоролики или видеоуроки по инструкции, как заполнить документы на сайте госуслуг для поступления в СССР? Это даже, может, как предложение может быть. Я тоже, вот, Володя, меня предел, это может быть даже как предложение. Запишите, пожалуйста, да, может быть, это будет действительно необходимо. Ну, если взять урок прошлого года, да, в прошлом году, когда у нас документы принимались только на онлайн формате, да, была поставлена задача действительно вот сделать подачу документов в наш университет действительно удобной. и была, я делал достаточно, надеюсь, серьезный аргумент, если у нас, наша программа будет неудобна для абитуриентов, ну, просто-напросто нам документы не подадут. Да, и я считаю, наши программисты работали действительно качественно, и можно было даже не сканировать, а просто сфотографировать документы и прямо с телефона отправлять документы. Ну, проще некуда. И я считаю, может быть, это даже удобнее через, ну, я госуслуги критиковать не буду, да, но действительно это, наверное, будет проще сфотографировать и через наш вот этот вот, через вот этот адрес абитуриента, да, вот действительно, ну, вот можно вот подать документы. Ну, если есть необходимость подачи через госуслуги, да, то я дам задание, ну, вот, реально, вот, секретарь, у нас, прием, здесь присутствует, да, ребятам скажет, да, ну, действительно, этот ролик нам, наверное, поможет как-то подсказать, может быть, даже сделать несколько роликов не только через госуслуги, да, а в целом, как можно подать это через почту, через, сам приходит, да, или приходит через представителя по доверенности, да, через наши услуги, да, через, вообще, поступай онлайн, через госуслуги. Ну, вот это вот можно не пять роликов сделать, да, а пять в одном, ну, чтобы было лаконично, понятно, и чтобы любой абитуриент из вот этих возможностей выбрал наиболее удобный. Ну, я считаю, это, спасибо за подсказку, да, но вот этот, ну, наверное, может быть, мои уже сделали, но мне еще не показывали, или будут делать. Спасибо. Спасибо, Анатолий Николаевич, идем дальше. Вот я вижу, да, вот коллеги из Центральной приемной комиссии уже начали отвечать на некоторые вопросы, вам большое спасибо. Вот на вопрос дополнения про СПО спрашивают, какие вступительные экзамены в юридический колледж, и вот еще до этого поступал вопрос, можно ли поступить в колледж юридический СВФУ после девятого класса? По-моему, после девятого класса там нет, а по вступительных экзаменов, по-моему, нет, там по баллам аттестата, по-моему, по среднему баллу аттестата. Тут нечего больше говорить, по-моему, прямой вопрос, прямой ответ, да, и там никаких творческих экзаменов, здание общественного знания, правовые там, вот такого нет, просто по... Самое главное, чтобы было желание, и по баллам аттестата, чтобы было поступление. Ну, мы обычно смотрим на количество поданных документов, да, и, конечно, сильно, совсем с низкими баллами, средним баллами аттестата мы, конечно, грубо говоря, отсекаем, да, но обычно, даже мы, когда планируем 50, у нас обычно берем 150-200. Ну, это смотря от уровня вот среднего балла по аттестату, да, и от наших возможностей. Ну, обычно где-то до 200 абитуриентов на Юр-Полиж у нас ежегодно поступает. Хорошо, спасибо. Вопрос задает Евгения. Здравствуйте. После поступления в университет я бы хотел участвовать в грантах. С кем я могу посоветоваться по этому вопросу? Видимо, это абитуриент, который в будущем хочет связать себя с наукой. Ты правильно понимаю? Ну, наверное, ну, тут, конечно, первый человек, которым вы будете достаточно тесно общаться, который вам будет помогать в дальнейшей жизни, это, конечно же, куратор. И потом через кураторов, конечно, мы можем найти выход. И если это чисто молодежные, сейчас достаточно не только научные, да, но если и молодежные проекты, да, какие-то направления, клубы по интересам, да, это у нас достаточно сильные клубы, это молодежное кругло русского географического общества, да, у нас и строительные отряды, да, у нас и среди иностранцев, есть нефуинтенешнл, у нас есть клубы патриотического характера, да, клубы именно волонтеров, да, но если это чисто научные проекты, да, то мы приветствуем вот такую молодежь, которая интересуется наукой, да, которая действительно хочет заниматься наукой, да, и, конечно, наука, она разная, области знаний и науки тоже разные, да, но по тому, чем интересуется студент, мы просто подсказываем, кто же именно действительно этой темой у нас занимается. И в этом плане мы познакомим действительно с хорошим профессором, да, или научным сотрудником, да, который дальше возьмет студента под свою опеку, да, и, может быть, даже напишут отдельный проект для молодых, или, может быть, этот студент станет соучастником в реализации уже действующего проекта. Ну, тут надо действительно очень иметь большое желание заниматься наукой. Ну, приведу один пример, да, я тогда был еще, по-моему, деканом, да, это был второй год моего деканства, и Евгений Александрович проводил в свое время встречу с первокурсниками. Ну, там конференция первокурсников в октябре, обычно в середине октября это проходит, да, и там она, девушка, поднимает руку и встает, и задает такой вопрос, который всех, ну, оконфузил, не скажу, да, там начали очень умно отвечать, и спрашивают, нас очень много загружают, я очень хочу заниматься наукой, но очень много загружают, и мне, говорят, просто-напросто не остается времени заниматься наукой. Что делать? Ну, начали там отвечать всякое-разовое, я просто на душа не выдержал, я человек, который, ну, 96-го года, как только поступил в аспирантур, занимаюсь наукой, но еще и в студентское время занимался физиологией растений, да, ну, сидел, слушал, ну, нелепо я не скажу, но ответы, которые не удовлетворяли, вот этот интересующийся наукой студентку, я поднял в руку и задал ей вопрос, а вы со своими друзьями в кино ходите, или там общаетесь, там, да, в кино хожу, ну, потом я ей ответил, ну, если вы действительно хотели бы, у вас действительно хотели бы заниматься наукой, то вы нашли бы время заняться наукой. Если у вас есть время ходить с друзьями в какие-то клубы, в кино, или там какие-то там мероприятия, да, то на это у вас есть время, а если вы действительно хотели бы заниматься, то вы нашли бы время. Ну, все, вопрос остался. И почему я это говорю? Если кто, тот, кто хочет заниматься наукой, действительно должен быть фанатом, действительно иметь очень большое желание, интерес, искорку в глазах, да, если вот это мы видим, да, то будет достаточно хорошая поддержка от умерщи. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Я бы хотела сейчас, чтобы в чате присоединилась с студентками колледжа. Она будет... Здравствуйте, да, я тут. Да, Анатолий Николаевич, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, уважаемые участники ВКС. Анатолий Николаевич. Я вот нынче заканчиваю Якутский медицинский колледж. Хотелось бы узнать, как будут сдавать экзамены выпускные, выпускники из колледжей при поступлении в СУФУ. Получается, как в прошлом году, дистанционно или очно? И как будут проходить вступительные вообще испытания, проведенные с ВУЗом? Вот такие вот у меня вопросы. Ну, в зависимости от прошлом году, конечно, нам помешала пандемия. И, конечно, мы очень быстро обмотряли технологии для того, чтобы онлайн вступительные экзамены, которые проводят университет, провести. Ну, не проблема провести онлайн. Мы... Действительно, для нас было новое работать с программой, которая идентифицирует человека. Действительно, это Сидит Петров, а не Иванов. Не Иванов, а Яковлев. Да, мы идентификация личности это специализированная программа, это наши работники, которые занимаются цифровыми технологиями, да, они действительно вот этот вопрос внедрили, да, были и тестовые включения, да, и так далее, и так далее. Но в этом году, если пандемия не помешает, да, то мы сможем установленные сроки провести и оффлайн. Да, ну, это все будет зависеть от ситуации по коронавирусу. А по срокам, да, по-моему, у нас с 12 июля, по-моему, начинает, и, ну, в зависимости от направления, там до... Ну, мы до 25-го должны уже провести экзамен, да, июля, и должны уже выписать результаты этого экзамена. Там нужно будет посмотреть расписание, да, потому что они не в один день, да, и там будут распределены не только по предметам, но и по группам. Ну, я могу вот так ответить. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо вам, это было интересно. Спасибо за активность. Анатолий Николаевич, хочу зачитать один вопрос. Очень актуально для современной продвинутой молодежи, на самом деле. Спрашивают, есть ли какая-то поддержка ребятам, которые хотят открыть свое дело? Есть ли в СВФУ обучение предпринимательству? Ну, и, соответственно, от себя скажу, а куда прийти? Что нужно делать? Ну, в первую очередь, опять же, повторяю, нужно прийти в наш университет, поступить, дальше уже проявлять активность, да. Ну, у нас сейчас, действительно, мы будем менять наш образовательный процесс. Сейчас все судорожно ждут, какие же изменения произойдут в нашем университете. Мы, действительно, почему... В 2019 году, когда стал ректором, да, я позвал департамент качества образования, это вот учебные, те, кто курирует весь образовательный процесс, да, и при разговоре с ними сказал, что есть вот такие планы, да, вообще поменять образовательный процесс, действительно, и наш президент говорил про индивидуализацию образования, да, чтобы каждый студент, который обучается в университете, выбрал свой путь, свою траекторию образовательного процесса. То есть он, действительно, должен выбрать именно те предметы, которые ему будут необходимы в будущей работе. И в этом плане, ну, при разговоре с ними я это еще в 2019 году озвучил, но сказал, мы, у нас, действительно, ближайший год ждет аккредитация, да, я резких движений делать не буду, потому что вот про, ну, ужаса не скажу, про действительно большой труд при провожении аккредитации, да, про терабайт информации, это действительно большая работа. Я сказал, вот, менять пока не буду, да, но после аккредитации мы будем действительно менять наш образовательный процесс. Уже проведена большая работа, да, сделано совещание, да, и сказал, что будут действительно применены новые технологии, новые процессы, да, И сейчас все с нетерпением, это будет действительно нечестно, но с каким-то волнением наш профессиональный преподавательский состав ожидает, какие же изменения будут. Действительно, изменения будут в сторону индивидуального развития каждого студента. Будут некоторые моменты объединены. Я еще в 2019 году повторил, в 2020 году в январе, когда мы заканчивали год цифровизации, мы объявили пятилетку цифровой трансформации. Я сказал, где-то до 20% наш образовательный процесс мы переведем в онлайн режим. И это, с одной стороны, многие думают, что онлайн запишут, и там качество сразу же на 20% снизится. Но действительно, это не так. Мы хотим понять. Сейчас вот эти школьники, молодежь совсем другая. Они больше сидят на гаджетах. Я не всех вижу, но процентов 60-70, как минимум, наверное, сейчас смотрит телефон и слушает меня. И мы действительно хотим поменять образовательные технологии. Но тут вот этот процесс мы полностью не уйдем, а мы будем действительно держать связь с каждым студентом. И мы хотим сделать так, чтобы в образовательный процесс внедрились именно проектные технологии. То есть во время обучения студент должен будет готовить, но не поголовно, должен будет готовить свой индивидуальный проект. И этот проект может быть действительно станет выпускной квалификационной работой, ВКР. Ну, раньше это называлось дипломным проектом. И дальше вот этот проект продвигать в общее пространство. И в конце обучения открыть свое дело, или может быть даже во время обучения открыть свое дело и уже уйти в свободное плавание. Действительно, мы этого очень хотим. А не так, что мы 5 лет или 4 года, или 5 лет учили студента, выдали диплом и дальше уже его возьмут, не возьмут. Это не наш вопрос. Ну, конечно, мы в течение трех лет делаем мониторинг трудоустройства и карьерный рост нашего студента. Но мы очень хотим, чтобы каждый студент нашего университета стал успешным. И в этом плане один из моментов или площадок будет точки пения. И действительно, мы там хотим сделать определенный трек предпринимательской активности студентов. Мы это запланировали, и это будет реализовано. И тот момент, который вот сейчас Россия страна возможности, мы сейчас тоже делаем. Ну, сейчас модное слово скиллы, да, или там мастерство, навыки. К каждому студенту мы будем внедрять. Это не просто там рабочие специальности, которые получают, например, ФТИ. Это если там электроснабжение, там должен получить электромонтера, еще кого-то там и так далее. Или же это горные инженеры, да, они должны получать там дополнительные квалификации еще каких-то рабочих специальностей. Это не просто рабочие специальности будут, а скиллы – это понимание того, что мы в нем будем прокачивать. Прокачивать, это тоже модное слово, прокачивать, или внедрять, или учить их действительно раскрыть в себе предпринимательскую жилку. Стать каким-то человеком, который умеет работать со своим проектом, умеет разговаривать и внедрять свой проект. Умеет работать с обществом. И в этом плане я надеюсь, что наши будущие студенты получат от университета не только обучение и получить диплом, но и действительно станут хорошим человеком, личностью, готовым не только получить диплом в высшем образовании, а готовым специалистом, который действительно поменяет мир. Николаевич, вы знаете, у нас был такой вот интересный вопрос, наболевший, на самом деле. Какая поддержка предусмотрена для семейных студентов? Ведь не секрет, что многие поступают уже в браке. Какую поддержку мы можем им предложить? Ну, поддержка действительно университетом проводится. В первую очередь, если это студенты нашего университета, то определенно мы рассматриваем их заявления и заселяем в одну комнату, если даже они поступили в разные учебные подразделения. Потом дополнительную материальную помощь ежемесячную выплачиваем. Несколько тысяч рублей. Сейчас я точно врать не буду, честно говоря. Ну, сейчас в голове нет где-то 2-3 тысячи, может 5 тысяч, ну, где-то в этих пределах. Ежемесячно или там 2,5 к одному студенту, да, вот семейному, да. Если имеется ребенок, мы на ребенка тоже определенную сумму тоже выплачиваем. Это от нашего университета вот так, да. Потом, если имеется ребенок, да, то, по-моему, в обшитиях имеется детская комната, да, куда во время обучения детскую комнату ребенка тоже можно просто отдать, да, и не беспокоиться. Ну, конечно, беспокоиться, но без определенных нервов, да, и каких-то средств можно пойти и учиться. Ну, в это время действительно ребенок будет под присмотром, да, и, конечно, это мы очень хорошо относимся к семейным седям. Такая поддержка действительно есть. Антон Николаевич, вот еще такой вопрос. Есть в университете творческие кружки. Если я хочу, например, организовать свою инструментальную группу, какие инструменты, могу ли я провести концерт или выставку? Ну, у нас в этом плане широко двери откроет наш культурный центр, да, и там действительно есть, типа, ну, творческие кружки. Это и, ну, Сергей Лахустера, да, это очень хорошо поют, да, и там потом танцевальные, ну, вот эти вот наши ансамбли, да, стим, там еще есть молодежные, да, типа Фанки Бума и других, да, есть инструментальные, да, но ансамбли. Ну, насчет того, что именно на каких инструментах вот будущий студент хочет играть, да, в зависимости от этого возможности какие-то будут. Далее, если хочет человек открыть свой ансамбль, ну, конечно, будем приветствовать, да, но исходя от наших возможностей будет определенная поддержка. Ну, прямо сейчас, наобещая всем помочь, всем все дать, это будет не совсем солидно, да, и будет это не совсем хорошо, да, но по мере нашей возможности, да, по мере того, есть ли такая возможность в нашем культурном центре, исходя из этого, конечно, мы сделаем поддержку. Насчет выставок, да, у нас в культурном центре время от времени мы на различные темы выставки делаем. Ну, вот совсем недавно тоже была художественная выставка одного из скульпторов, да, из Хангаласка, по-моему, улица. Ну, вот такие мы активности, конечно же, поддерживаем, но, конечно, получаем замечания, я не рада получал замечания от нашего первого президента Михаила Фемича, да, почему Федеральный университет не имеет классического оркестра, да, но классического оркестра, да, но классического оркестра действительно у нас нет, классического оркестра нет, ну, прямо создание, ну, это действительно очень большое трудо, но мы очень хорошо сотрудничаем с высшей школой музыки, да, и сейчас там ректором работает Неджин Михайловна Зайкова, да, которая долгое время, или почти в течение 10 лет была проректором нашего университета, поэтому вот такие возможности есть. Спасибо, Анатолий Николаевич, надеюсь, всем полезно. Просим всех, скажем, ждать, вопросов очень много, поэтому мы обязательно всего коснемся, да, и сейчас почитаем как раз вопросы из чата, Владимир на связи. О, у Владимира отключен микрофон, да, надо включить, надо включить, а давайте я, да. Включаю, уже включил, да, извиняюсь, да, из-за того, что вот у нас чат очень активный, некоторые вопросы улетели наверх, я их сохранил, и сейчас зачитаю один вопрос. Так, добрый день, хотела бы узнать, возможно ли поступить мне и моему мужу по специальности ювелир, я имею высшее образование, а муж среднее. Есть ли возможно то, как это на почту в ДОП, я так понял, поступал этот вопрос, Анатолий Николаевич? Ну, прямо у нас есть кафедра, которая занимает, ну, в техническом институте есть кафедра, которая занимается именно работой в этой сфере, да. Ну, ТОДКМ, теория какой-то обработки драгоценных металлов, теория обработки там драгоценных металлов и еще каких-то там чего-то, да. И они занимаются как раз и ювелирным делом, да, обучают, да, и занимаются и алмазами. И у них есть достаточно очень интересный проект по алмазам и по время от времени они внутри себя тоже делают ювелирные изделия, да, изделия и делают достаточно хорошие выставки. Ну, в ФТИ вот это направление есть, но прямо называется ювелир или нет, ну, я не скажу, но есть кафедра, которая вот этим направлением занимается. Технологии художественной обработки металла, как-то так. О, спасибо, Севалья Васильевна. Давайте теперь еще пару вопросов. Да, я, с вашего позволения, зачитаю еще один вопрос. Анатолий Николаевич, тут поступил один вопрос. Насколько актуальна профессия горного инженера у нас в республике? Ну, действительно, очень актуальный и хороший вопрос, да, горный инженер. Он, мы, если взять, да, нашу республику, да, республика действительно большая, да, и у нас, если взять из промышленной компании, да, у нас действительно только недродобывающие компании промышленные. И горные инженеры, конечно, там будут востребованы. Это не геология разведка, а горный инженер. Это технологии выработки или там работа вот на этих промышленных компаниях. У нас действительно сейчас мы качество обучения именно горных инженеров и так далее действительно повысили, да. У нас появляются очень хорошие кабинеты, которые обучают по лицензионным программам, да, чтобы и в цифровом варианте вот эти горные инженеры овладевали свое мастерство. Буквально два года назад мы открыли кабинет компании Macromine. То есть человек сидит, да, и буквально в цифровом варианте делает модель максимально выработки какого-то месторождения с минимальным, как бы, ну, минимальным вот этим вот воздействием на окружающую среду. Да, ну, вот один очень хороший случай, да, вот, ну, это было очень действительно случайно, это не показуха была, да. У нас был глава Росгеологии, Аркутер Росгеологии, вот федеральный глава, да, и там с министром промышленности, с Терещенко, они зашли и посмотреть на наших геологов, да, и мы им показывали аудиторию и зашли, и там просто-напросто шло занятие, ну, не случайно, но по расписанию шло занятие, да, и он был очень впечатлен тем, что на какой базе наши студенты получают знания. Как вот прямо моделирование, да, и прямо 3D вот эта выработка, да, и не только наши, да, но там сидела еще девушка, по-моему, то ли из Малайзии, то ли из Индонезии, да, и вот глава Росгеологии с ней поговорил, она очень хорошо, конечно, знает, научилась на русском, знает определенные программы, которые вот помогут, да, и Росгеология как раз сейчас очень тесные связи вырабатывала именно с той страной, откуда она родит. И он ее взял именно под контроль, да, своему помощнику сказал, все записать, контакты и так далее, мы на тебя выйдем. То есть прямо вот на уроке вот такие большие люди схватывают, записывают наших студентов. То есть действительно это показывает достаточно хороший уровень обучения наших студентов. Да, и в этом плане вот такие возможности будут еще больше. Мы являемся единственным вузом, партнером на Дальнем Востоке Газпрома. У нас договорные отношения с Роснефтью, договорные отношения с Сургутнефтеганом, ну, АЛГРОСы, конечно, есть, да. Могу сказать, что у нас запущена программа поддержки, стимидиальной поддержки BP, British Petroleum. Ну, это действительно узнаваемая в мире компания, да, и именно вот эти вот студенты именно того направления, да, они действительно очень востребованы. Антон Павлович, теперь такой, знаете, актуальный вопрос. Если я поступлю в ВИНИ, правда, в Институт математики и информатики, правда ли, что я смогу трудоустроиться в Майтоне еще будучи студентом и остаться там работать после окончания ЦВФУ? Как решить трудную задачу, совместить работу и учебу? Ну, для того, чтобы трудоустроиться в Майтону, нужно действительно иметь и хорошее знание, навыки, да, и действительно заинтересовать такую хорошую компанию Майтону. Ну, они действительно наши партнеры, наши друзья, мы действительно друг друга поддерживаем, да, и Майтона буквально даже сегодня мы открывали один из этапов в моей профессии IT, да, и это... это говорит о том, что мы действительно плотно работаем. У нас в компании Майтона, по-моему, где-то 250, если не больше, наших выпускников работают, нашего университета. И мы, конечно, студентов действительно с охотой к ним отправляем, да, ну, и Индрайвер, и Майтона иногда наших сотрудников переманивают, да, которые мы не совсем рады, мы наших сотрудников действительно воспитываем, обучаем, добавляем, повышаем коммуникации и так далее, потом они уходят в Майтону. Ну, конечно, вот с Петром Петровичем я тоже сегодня утром разговаривал, перед тем, как вот пойти туда на открытие. Ну, с одной стороны, это действительно для нас это не очень хорошо, да, потому что компромиссированные наши работники туда уходят. Но, с другой стороны, мы как университет действительно должны стать кузницей кадров. Мы должны готовить кадры для таких компаний, как Майтона, Индрайвер, Фантазик сейчас, действительно, хорошая компания появилась, да. У нас есть бизнес-инкубатор Орех, и есть вокруг вот этого Ореха мы собираем маленький, упаковываем маленький команды, да, и действительно, вот IT-направление становится одним из ведущих драйверов развития вот нашего региона. Мы являемся действительно лидерами в IT-сфере, да, и вот буквально сегодня в два часа к нам большой делегатор приходила по главе министром инновации Анатолием Симоновым, да, и технопарк и так далее. Мы разговаривали о том, как мы дальше будем совместно развивать вот эти вот большие направления. Так что ИМИ мы приветствуем, да, и, конечно, мы внутри ИМИ тоже будем думать над тем, чтобы еще более усилить IT-направление, потому что она действительно необходима, действительно это надо. Внутри университета ИМИ нам помогает вообще внедрять цифровые технологии по всем нашим образовательным учебным подразделениям. С 2019 года мы внедрили в каждую образовательную программу модуль именно по цифровым компетенциям. То есть мы не просто там обучаем, да, по другим направлениям, но и через вот институт математики и информатики внедрили вот цифровые компетенции. Их вот этих компетенций будет больше. Вот этих компетенций по предметам тоже будет больше, потому что если мы останемся в аналоговом режиме, да, то мы останемся на перроне уходящего поезда под названием цифровая компетенция. Так что действительно это важно. Поступайте в ИМИ, не пожалейте. И сейчас, конечно, будем еще делать переформат ИМИ, надеемся, в лучшую сторону. Антоний Николаевич, мы три раза задали в чате вот такой вопрос, да, можно ли в СВП сдать ЕГЭ, если я заявку на сдачу до 1 февраля не успела подать? Если бы не успели, по-моему, нет. Ну, действительно, это очень жаль, да, но вы можете поступить и в факультет доузовского образования, да, если вам поможет в следующий раз сдать. Да, можете, конечно, на основе баллов аттестата поступить в наши колледжи. Это тоже действительно интересно будет. По-моему, в этом году, Элизавета Алексеевна, тут, да, мы по Медицинскому институту СПО уже открываем, да, или в прошлом году. В прошлом году. Элизавета Алексеевна, вы тут? Она сейчас подойдет, вышла. Да, они могут сдавать, да. И вот этой девочке бы еще, да, Анатолий Николаевич, можно, да, я добавлю? Да, да, конечно. Да, можно было бы, если она по уважительной причине не смогла подать заявление до 1 февраля, то она и сейчас имеет право подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию, там рассмотрят, если действительно это уважительная причина была. А если нет, то, к сожалению, она не может. Приходите к нам на ВДОП и будете готовиться к сдаче экзаменов в будущем году. Спасибо. Ну, там еще нужно, если вот заявление, да, там не позднее, чем две недели до сдачи, по-моему, было, да? Да, 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 заявление надо подавать, да, за две недели до сдачи, до экзаменов. Спасибо. Есть ли возможность у студентов во время обучения по программе бакалавриата и специалитета получить рабочую специальность, например, машиниста-экскаватора, слесаря и так далее? Да, по-моему, я в каком-то из ответов это уже сказал, да, рабочие специальности получают, ну, к сожалению, не все бесплатно, там есть бесплатные, да, есть действительно плата. Ну, я надеюсь, сейчас у нас вот этих специальностей будет больше, да, сейчас у нас новый директор Инпо, сейчас мы Инпо преобразовали, да, называют Инпо Open, да, и там и рабочие специальности, и другие возможности, конечно, работать. Сейчас, Анатолий Николаевич, предлагаю почитать чат. Владимир на связи? Мне или Владимиру? Я озвучу вопросы, Анатолий Николаевич, вот, я все же хочу задать те вопросы, которые остались наверху. Хорошо. Так, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у меня есть уже, уже есть высшее образование, то я сдаю вступительный экзамен в самом институте или нужно сдавать ЕГЭ? Нет, конечно, если вы хотите поступить в университет, да, то сдаете наши экзамены, но, к сожалению, это, если это второе высшее, да, то оно будет платным. Хорошо, это все? Да, ну, все, ну, я могу фантазировать, да, но, по-моему, я полно ответил на этот вопрос. Хорошо, спасибо. У нас тут еще есть вопросы. Так, имеются ли какие-нибудь бонусы при поступлении в Медицинский институт для слушателей Малой Медицинской Академии? К сожалению, вот с этого года нет, да, но предыдущие годы мы, конечно, делали какие-то дополнительные баллы, да, вот именно выпускникам Медицинской Академии, да, но, действительно, Медицинская Академия очень помогает своим слушателям, да, подготовиться к экзаменам, да, подготовить и, действительно, ориентировать именно на медицинскую специфику, да, они уже со стенда или со скромейки, вот Медицинская Академия уже получают какие-то навыки, да, и получают, уже действительно настроены стать хорошими медиками, да, они уже не свернут до десятого пути, да, и очень надеюсь, что они хорошо сдадут ИГЕ и поступят в Медицинский институт. Да, ну, я очень благодарен, ну, пользуюсь моментом, еще раз скажу, что благодарен всем студентам-медикам, да, и, действительно, за прошлый год более 1200 наших студентов поработали, да, помогли нашей стульке по борьбе с коронавирусом, да, многие из них были в красной зоне, да, многие из них работали в скорой помощи, да, работали в первой категории, второй категории, да, ну, действительно, и помогали волонтерами, и даже были случаи, когда иностранные студенты хотели идти на помощь, да, вот, без коронавируса, да, и, ну, есть вот такая, такое слово ответственность, да, мы не смогли подвергать области иностранного студента, но они нашли, нашли момент, чтобы пойти волонтерами. Ну, действительно, очень хорошие студенты, я вот за это им благодарен, да, и, по-моему, 22-го по мая у нас будет отдельное мероприятие по, ну, по студентам, по нашим студентам, которые помогали именно по борьбе с коронавирусом. Хорошо, Анатолий Николаевич, еще один вопрос, мне вот коллеги подсказывают. Ученицы 11-го класса, есть некоторые ограничения по здоровью, но хотела бы обязательно получить высшее образование. Есть ли в СВФУ доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья? Ну, это очень серьезный вопрос, да, мы стараемся сделать все, чтобы все наши корпуса были, ну, были доступны людям с ограниченными возможностями, да. Пандусы и многие вещи для людей с ограничениями у нас во всех корпусах сделаны, да, ну, сейчас даже для незрячих тоже сделаны вот эти вот полоски и так далее, вот рифленые. Ну, конечно, прямо во все этажи, ну, практически пока нет возможности, но во все корпуса, где, ну, по специфике должна быть доступная среда, мы во все корпуса сделаны, ну, 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 мы это и есть. Николаевич, я предлагаю сейчас послушать в эфире одну из студентов магистратуры, студент магистратуры 2-го курса, Туяра Алексеевна Замятина. Туяра Алексеевна, вы на связи? Да, я на связи, здравствуйте. У меня вопрос, будут ли увеличены количество бюджетных мест в аспирантуру по педагогическим наукам? И я бы хотела узнать, какие вообще планы есть у вас по подготовке научных кадров в области педагогики и какие приоритетные направления будут? По педагогическим кадрам, да? Именно по магистратуре, по-моему, у нас какие-то увеличения... Нет, я сейчас магистратуру заканчиваю и хотела бы по аспирантуре узнать. По аспирантуре, к сожалению, у нас прямо ощутимо увеличения мест не будет, да? Но, по-моему, в этом году три места, что ли, в прошлом году было два, в этом году, по-моему, три места по педагогике будет. Но это действительно мало, да. Но учитывая то, что вот при обращении... Ну, когда мы слушали обращение президента к федеральному собранию, да, и президент сказал, что будет уделено большое внимание к педагогическим вузам. Ну, очень надеюсь, что... Ну, сейчас педвузы же отнесли же Минпросу. Очень надеюсь, что мы, находясь под ведомством другого министерства, да, Министерства науки и высшего образования, не останемся в стороне, да. Все-таки мы университет, который обеспечивает педагогическим кадром весь Северо-Восток, да, и надеемся, и там было сказано не только там увеличение, да, улучшение, модернизация, да, но и в целом очень большая поддержка по педагогам, модернизированный педагогический институт. Ну, очень надеемся, что получить, поработать в Министерстве просвещения, да, чтобы наш педагогический институт действительно сделать еще лучше. Ну, я постарался хотя бы фасад сделать нормально. А, вы заметили. Ну, фасад действительно стал очень красивый, да. Ну, и, конечно, случай я расскажу, да, почему вот. Это... Ну, я очень много, когда делается ремонт, так далее, хожу по объектам, да, и действительно, вот, много раз ходил и педагогический институт, да, да, когда мы обходили объекты, и там кто-то из членов комиссии сказал, вот, мой внук ходит напротив, в IT-парк, там очень красиво, вывески и так далее, да, и спросил, а почему наш педагогический институт такой некрасивый, да, ни вывески, ничего не видно, да, и, ну, я обещал, что тут тоже будет красиво, да, и эскизные проверки, так далее, делать, действительно, по, из-за небюджетных средств, да, из какой-то экономии выделил средств. Ну, это не маленькие деньги, но это действительно того стоит, что, ну, педагогический институт действительно выглядит сейчас достойно, да, и это действительно один из хороших объектов нашего федерального института. А так, педагогический институт тоже будет поддерживать. Сейчас и актовый зал хорошо делали, ну, многие вещи, да, и, надеюсь, в этом году найти средства для того, чтобы там модернизировать, ну, переделать и сделать ремонт и увеличить музей, педагогический музей, да, и их, скорее всего, будем совмещать с музеем высшей школы, ну, это почти одно и то же, да, и сделаем больше, да, и два в одном в год 65-летия университетского образования, да, мы, ну, если успеем по срокам, да, постараемся это сделать. Ну, Куприянов задание получил, это проректор, да, но Герасим Николаевичем, проректором по финансам, они думают, как это делать. Ну, по-моему, пока мы запаздываем, но постараемся это сделать. Но по педагогам действительно у нас предстоит достаточно большая работа, мы сейчас с министерством тоже ругаемся, работаем, да, ну, мы хотим от них получить действительно хорошую информацию, какие же педагоги где нужны, да, ну, не в этой аудитории, да, но иногда получаем не совсем понятные письма от министерства, да, по подготовке педагогов, да, но процесс идет, и поддержка педагогов действительно будет. Ну, а то, что радикальные меры объединить все педагогические кафедры под началом педагогических институтов, такого не будет. Да, ну, чтобы там были такие радикальные меры, да, кафедры всех других факультетов переместить в педагогическую институт и сделать один педагогическую институт с широким спектром услуг, этого не будет, потому что по предметникам, например, тот же мой ИЭН, например, учителя химии в педагогическом институте учить невозможно, потому что там рядом должны находиться и действительно хорошие лаборатории. Те же физики, да, учителя физики без физпрактикума, который находится в Кфене, тоже сделать не сможем, да, поэтому очень надеюсь, что преобразование предстояло. Спасибо. Хорошо, и за вопрос, за интерес. Анатолий Николаевич, давайте поговорим об актуальном вопросе, это тоже никак не обойти, да, общежитие. Вообще задавали вопрос, все ли получают общежитие, понятно, что не все, да, давайте пробежимся, кто имеет право на получение общежития, и, ну, как инструкция, куда подойти, когда подойти, то есть когда ты уже поступил или в октябре, или вот как это все происходит. И второй вопрос тоже касается общежития, да, ждать надо ли получать вакцину при заселении. Ну, давайте по порядку, да, действительно у нас сейчас где-то 6,5 тысяч мест на обширитие, да, и мы максимально тоже по возможности постараемся всех заселить. Ну, конечно, есть моменты, когда спрос какой-то год увеличивается, да, какой-то год, например, идет спад. Сейчас в Афширите, по-моему, живет 3 тысячи, ну, почти 4 тысячи, 3 тысяча 900, сколько-то там, 37 или сколько-то там студентов на данный момент проживает в Афширите. И для того, чтобы заселиться, во время вступительных, ну, когда подается документ на поступление, мы, в принципе, делаем аналитику, да, и обширитие необходимо или нет необходимости, да. Но после этого, после зачисления, конечно же, тут создается комиссия по сбору заявлений на обширитие, да, и, конечно, каждый год для первого курса выделяется определенное количество мест на обширитие. Конечно, этого не хватает, да, но очень надеемся, что, ну, делаем максимально вот такую работу, да, и через месяц-два, ну, если не знаешь, что там, что месяц-два студента ходят по улице, да, без возможности где-то жить, такого никогда не бывает, да, и мы обычно почти все удовлетворяем, да, в первую очередь, конечно, и это дальние улусы, малоимущие, там мы смотрим по доходам, по дальности, и действительно комиссия работает очень качественно, да, и, ну, почему именно до октября мы всех не заселяем, да, потому что у нас студенты, студенты, которые не сдали весеннюю сессию, имеют возможность досдать ее до первого октября. Это действительно так. Мы не можем их выселить до первого октября. Но, конечно, не все сто процентов сдают, да, есть некоторые, которые не смогли сдать, и мы, когда мы их отчисляем, идет выселение из обширития, да, и на эти места мы заселяем уже нуждающихся. Сейчас у нас есть общежитие на Губино, да, ну, надеюсь, где-то до конца мая, ну, если не будет улучшения, скорее всего, нам скажут, давайте, может быть, продлим. У нас пока договор до конца мая, там у нас стационар по ковиду. Мы действительно помогаем республике, да, потому что, ну, если не мы, то кто поможет, да? Мы без единого рубля два наших обширития передавали под ковидный стационар. Это почти полторы тысячи мест, там было открыто где-то 800, около 800 мест, но там заполнились было где-то 600 человек, да, одновременно. Ну, это действительно, мы без единого рубля безвозмездно передали эти объекты. То есть, ну, колоссальная помощь республике. Да, но сейчас одно обширитие нам обратно передали, там дезинфекцию полностью, все, домены и так далее сделали, да, там уже сейчас проживают студенты. А так, конечно, обширитий на всех не хватает, но сейчас в последнее время почему-то пошла тенденция съемок квартир. Некоторые студенты просто скидывают и снимают квартиру, да, но в какой-то мере мы по мере возможности через фонд социальной защиты студентов, ну, не компенсируем вот эту вот аренду жилья, да, но делаем ежемесячную материальную помощь, которая хотя бы частично покрывает вот эту вот республику. Ну, могу вот так и чуть-чуть. Интересная информация, я думаю, что немногие об этом знали на самом деле. Дорогие слушатели, я призываю вас, если хотите задать вопрос в прямом эфире, да, вы можете поднять руку, мы увидим и вас вызовем в порядке. По обширитию хотел бы добавить, да, действительно, это обширитие для нас, это большой социальный проект, да, все-таки мы содержим вот это обширитие, ну, действительно, поймите нас, да, мы не можем увеличивать стоимость обширития, да, и стоимость обширития где-то в месяц обходится, ну, нам проживание, нам в месяц оплачивается студент где-то в среднем тысячу рублей, ну, тысячу тридцать шесть или там, ну, меньше тысяча ста, по-моему, да, было, да, но стоимость действительно, фактическая стоимость содержания одного койка места в месяц нам отходится где-то минимум, в зависимости от обширития, минимум три с половиной тысячи. Остальное университет за счет, для бюджета каких-то доходов покрывает, тоже это действительно большой, большой пресс для финансов. Я почему это открыто говорю, потому что тоже бывают диванные аналитики, да, вот типа вот подняли на сто рублей, еще что-то там, малоимущие студенты, почему бесплатно не живут, ну, бесплатно ничего не бывает, да, но когда мы ставим вопрос перед министерством, да, некоторые, ну, фамилии говорить не буду, горячие головы, там говорили, что это наши конкурентные преимущества. То есть, тем больше обширития, это, оказывается, наши преимущества, да, и получается, если бы не было обширитий, у нас денег меньше бы не давали. Тем больше обширитиям, нам больше денег тоже не дают. Поэтому это все в зависимости от количества студентов нам идет финансирование по государственным заданиям. Так что содержание большого количества обширития, это для нас тоже, можно сказать, социальный проект ориентированный на население, на малоимущие населения, на лиц, которые нуждаются. Ну, у нас, конечно, большие расстояния, да, республика, да, и если мы не будем держать обширитие, да, то, конечно, кто у нас будет учиться. Деринация – это тоже очень важно. Антон Николаевич, я на самом деле допустила ошибку, что зачитала вопрос слишком большим, да. Давайте вот ко второй части вопроса тоже перейдем отдельно, да. Вот про вакцинацию спрашивают. Ну, про вакцинацию – это сейчас, опять же, повторюсь, что те же деревянные аналитики, которые по нему заставляют вакцинироваться, да. Сейчас у нас вакцину передали где-то, 2,5 тысячи вакцин было передано в нашу клинику, да, и из них где-то 1970, по-моему, студентов получили вакцину, а остальное получили сотрудники и предпринимательский состав. Потом, ну, когда нам в первый квартал обещали 5 тысяч вакцин, да, но в связи с тем, что в различные улусы и старшее поколение там приоритетно вакцинировать, да, нам потом после этого нам не дали, но в ближайшее время, как только поступят, нам вакцину передадут. И сейчас действительно студенты сами хотят вакцинироваться, да. Перед тем, как заселять в Ашрите, мы сделали всем поголовно 100% бесплатно ИФА-анализ, 2 ИФА-анализа, да, и на Ж, именно на Глубин-Индии, на М, и там выяснили, да, что часть действительно имеет и антитела, да, и их, конечно, мы, как по индивидцитским показателям, отсеяли, да, а часть, конечно, мы сделали, ну, это вакцинацию. Сейчас сделаны уже списки, да, при поступлении у нас, мы просто так взять, у нас клиники есть, дать и вакцины ставить, тоже так не делается, да, мы действительно прошли достаточно хорошую проверку и Минздрава, и Распотребнадзора, и после этого получили разрешение на то, чтобы в нашей поликлинике, в нашей лаборатории можно было делать вакцинацию. У нас две локации, это в Ашрите, 6-6, там, где наша поликлиника корпуса, и для сотрудников мы, вот, Минздравская клиника, там, где у нас стоит Феменди Камусов, вот там тоже вот делаем вакцинацию. А при поступлении, при заселении прямо обязательно требуется вакцинация, если вакцинации нет, мы вас заселять не будем, такого нет, да, мы просто привязать человека и делать вакцины после этого заселять, такого мы не говорим, но настоятельно рекомендуем, ну, опять же, диванные скажут, да, принудительно, настоятельно принудительно, такого нет, да, но действительно мы настояем на том, чтобы студенты вакцинировались, это действительно необходимо для сохранения здоровья, может быть, если студенты, молодые люди, может быть, бессимптомно, да, без больших вот таких осложнений, ну, заболеют, да, или, ну, то, чтобы не болели, да, но они могут стать опасными носителями для своих родственников. Да, это действительно очень опасно, да, мы, университет, действительно, для нас в прошлый год был действительно тяжелым, да, мы потеряли нескольких наших профессоров, да, и они все сидели дома, но кто-то к ним приходил, скорее всего, это были молодые русские, ну, это просто предположение, но мы потеряли действительно двух профессоров и того же педагогического института, которые были родоначальниками целых направлений, педагогического направления, я потерял друга, Бориса Николаевича, да, который был деканом биологическому факультету, это мой друг, да, так что можно перечислять, но действительно коварная болезнь, да, и тут говорить, без этого не заселяют и так далее, это нельзя так говорить, это просто необходимо для сохранения здоровья. А так, конечно, при заселении у нас будет и медосмотр в офисе, да, это наша клиника полный спектр проводит, полностью бесплатно, без единого рубля мы делаем анализ ИФА, но если какое-то подозрение, то наша клиника еще имеет разрешение проведения ПЦР-анализа, то есть весь спектр услуг мы делаем. Так что мы готовы, работаем, помогаем, действительно контролируем всех студентов. Сколько я знаю, есть вопросы с чата у Владимира, да, Владимир? Да, спасибо, Туяра, вернемся к чату. Анатолий Николаевич, вот очень такой, ну, мы все вопросы позиционируем так, очень интересные, очень актуальные, но вот этот, наверное, вам тоже понравится. Обучают ли в СВФУ специалистов по цифровой экономике? Володя, ну, тут не надо зачитывать, мне понравятся, не понравятся вопросы, нужно зачитывать вопросы, которые задали, да, и вопросы не должны мне нравиться, вопросы должны, наоборот, мне не нравиться, чтобы наиболее коварные были, да, чтобы я наиболее естественно или правильно отвечал, да, так получится, так что мне подбирают вопросы и задают те вопросы, которые я смогу ответить. Наоборот, было бы хорошо, если бы я какой-то вопрос не ответил, и мои помощники мне бы показали. Ну, вот этот вопрос, он очень актуальный, мне кажется. В свете последних трансформаций, так скажем, про сотрудников, про специалистов цифровой экономики. Готовит ли ЦИФУ? Нет, тут я могу ответить словами ректора Питерского политеха, да, Рудкова, да, Андрей Иванович, он в одном из совещаний, которые проводил Минобор, он сказал, подготовка специалистов для цифровой экономики – это не подготовка айтишников и экономистов. Это действительно правильно. Мы сейчас переделываем, модернизируем все наши образовательные программы, да. Вот я уже до этого говорил, мы внедрили модуль цифровых компетенций во все наши образовательные программы. Сейчас мы внедряем образовательные предметы, именно те компетенции, да, для цифровизации. Например, в ВИТИ, где инженерно-технические институты, где строители, будут внедрены программы по ВИМ-технологиям. Это 3D-моделирование многих инженерных объектов. Без этого сейчас современный строитель уже не может работать. 3D-моделирование архитектурного дизайна. Вот про геологов, про геологоразведку я уже сказал, что внедряются технологии именно по Макромайн. Цифровое моделирование, разработки тех или иных месторождений. Сейчас у нас уже второй год работает центр Future Skills. Там тоже ребята занимаются и цифровыми двойниками. Конечно, там мы по мере возможности, скорее всего, этот центр я расширю вплоть до конца коридора. Да, и этот центр мы хотим развивать. Там и ВИМ-технологии, и цифровые двойники будем делать. И, конечно, нам нужна будет широкий спектр именно студентов-молодежи, которые будут внедряться или подключаться в командные работы. Сейчас мы делаем такое, чтобы через те же самые IT-хакатоны или другие методы мы учим студентов работать в команде. Не единоличные там, я супер-хакер, компьютерщик, и сижу программирую, но сейчас уже мир идет к тому, чтобы единоличники, супер-какие-то знатоки IT-программ и так далее, они не выстреливают. Устреливают люди, которые умеют работать в команде. Вот эти методы и так далее мы будем внедрять и в наши образовательные программы, и в нашей активности по работе с молодежью. Да, сейчас, например, у медиков в ближайшее время, да, и у нас и 3D какие-то моменты есть, да, и достаточно сложные, дорогие программы, да, 3D-анатомия, телемедицина, искусственный интеллект, но это, конечно, высокие слова, но в пятую сторону мы двигаемся. Без этого мы останемся вообще, не знаю, в регрессе развития, да, и без этого, да, мы не сможем ничего сделать. Тем более сейчас строятся многие объекты здравоохранения, где без знаний, современных цифровых знаний, да, невозможно будет работать. Так что мы делаем не только улучшение классических знаний, да, но и мы будем делать моменты по междисциплинарным каким-то предметам. То есть айтишники включают медицину, биотехнологии без айти тоже не могут быть, да, и в этом плане я жду от своих сотрудников какого-то креатива, да, для того, чтобы в целом улучшить направление, а именно, например, вот эта программа именно для сферовой экономики, такого нет. А программы мы переделывать под новые требования технологического развития, мы это делать будем. Артолий Николаевич, и вот такой вопрос, вот как считать, на что нужно обращать внимание при поступлении в ВУЗ? То есть каким путем вообще двигаться, да, идти, посоветуйте, пожалуйста. Ну, в первую очередь надо приехать в Якутск, если вы в ВУЗе, да, приехать на Белинского или на Кулаковского, где у нас приемная компания. Ну, это очень простой вопрос. В первую очередь надо иметь желание, да, сейчас действительно абитуриенты стали совсем другие, нежели мы, да, они уже знают ориентированно, куда поступать, да, они самое главное иногда вводят в ступор приемную компанию, да, когда в девятнадцатом году они в очередь приходили, да, и даже спрашивают у наших ответных секретарей, да, учебных подразделений, а куда я пойду работать и сколько я буду зарабатывать? Ну, какой секретарь сможет ответить на вопрос, вот через пять лет вы закончите наше направление, и вы пойдете работать туда-то и будете зарабатывать столько-то? Ну, они очень интересуются, да, тем моментом, действительно, куда они пойдут работать. И это наша работа, да, университеты ориентировать их на те или иные компании, работы, организации, и под эти моменты мы и хотим, вот, которые я упоминал, да, про индивидуальную индивидуализацию образовательного взрыва, да, обучение, они будут учиться так, чтобы именно зная, куда пойдут работать. Например, почему я должен терять свое время, да, учить предметы, которые в будущем мне вообще не будут, мне не будут нужны? Ну, с одной стороны, как бы так, да, но с другой стороны, есть такое слово, как федеральный государственный стандарт. Если даже мы будем делать собственные стандарты, да, собственные, ну, это нам, как федеральному университету, позволительно делать собственные стандарты, но там очень вот такая тонкая грань, мы, собственно, стандарт образовательный должны сделать не ниже федерального, то есть достаточно высокий уровень, но какая грань ниже, выше, это тоже мы должны подумать, но мы должны делать все для того, чтобы наш студент был востребован, наш выпускник был востребован. И в этом плане, когда я работал в институте естественных наук, мы разделили заведующего кафедрой с руководителем образовательных программ. Руководитель образовательных программ должен следить востребованность именно вот этой специализации, должен следить, какие же предметы нужны, должен постоянно держать связь с примерными работодателями, куда они пойдут работать, да, и внедрять вот их потребности в образовательных программ. Только в этом случае у нас и качество обучения будет лучше, и качество практик-ориентированных будет лучше, да, и успешность нашего выпускника тоже будет лучше. Поэтому перед тем, как сюда прийти, нужно думать, кем же вы хотите сперва стать. А дальше мы вам поможем и с треками, да, и с предметами, и с активностями, да, и взаимодействием и с работодателями, да, и внутри, и внутри. Анатолий Николаевич, вы ведь тоже являетесь выпускником университета, которым сейчас руководите, и каково же это, и такой важный вопрос, реализовали ли вы что-то из того, чего, может быть, вам самому как студенту не хватало? И вы в тот момент подумали, вот было бы неплохо, прошло сколько-то лет, и вы это привнесли в жизнь. Есть ли такие случаи? Ну, прямо, ну, это вроде бы очень простой, но достаточно сложный вопрос. Ну, как я могу, например, 25 лет, ну, когда я заканчивал, да, ой, более четверть века назад, ну, вроде бы я не совсем старик, я не совсем мальчик, да, как я мог подумать, что через 25 лет я стану ректором университета, который я закончил. И как я мог мечтать, что я стану ректором, да, через 25 лет я, вот, БГФ, который я заканчивал, я преобразую вот так. Конечно, этого не было, да, и, конечно, если просто сравнивать те условия, в которых мы учились, да, и сравнивать условия, которые сейчас имеют, это два разных мира. Конечно, все, кто жили в 90-е годы, понимают, ну, сейчас молодежь не знает, да, но все, кто жили в 90-е годы, понимают, какие условия там были. Я поступил, когда был в Советский Союз, в 89-м году. Во время моего обучения этой страны не стало. Началась разруха. Да, и действительно, вот, если бы были возможности, которые сейчас имеют студенты, то, может быть, я и в 30-ти годах, может быть, стал бы доктором, я не знаю. Мы действительно хотели учиться, да, и, ну, представляете, стоять с тазиком с водой, да, где сосуд, иметь теплый чайник, да, и кастрюлю со льдом, и держать 0,5 градусов. И на этом делать работу по физиологии водообмен, некоторые особенности водообмена растений при низких положительных температурах. Ну, действительно, вот, имея такой потенциал приборный, не делать хорошую работу сейчас практически невозможно. А в тот момент мы действительно хотели учиться, хотели чего-то достигнуть, да. И как раз хочу вспомнить момент, когда в прошлом году еще Солодов был наш председатель правительства, да, он встречался перед, накануне, ну, на науке, да, с молодыми нашими учеными, и, там, просто-напросто, ну, душа поэта, или, как сказать, не выдержала, да, там, ну, что вам надо, там, ну, дайте деньги, мы все сделаем, да, дайте нам поддержку, да, дайте нам гранты, дайте нам проекты, мы все сделаем, ну, извините, а без денег у вас голова не работает? Я просто сидел, сидел, потом поднял руку, взял слово, да, и сказал, ну, действительно, если очень захотеть, можно и без денег вот этого сделать. Деньками-то каждый сможет это сделать, да. Ну, когда я сказал, что в наше время, вот, когда я был аспирантом, моя стипендия была 4,5 миллиона рублей. Все такие переглянулись, да, ну, сейчас 4,5 миллиона рублей, это действительно большие деньги, да, а в тот момент охранник, простой охранник получал 20 миллионов зарплаты, который раз в 4 дня приходил, а мы дураки за 4,5 миллиона рублей фанатели и работали над будущей наукой. Да, это действительно большая поддержка колоссально делается сейчас, и что было тогда. Поэтому я в тот момент, может быть, и мечтал, чтобы условия для молодых были лучше. И, ну, и до того, как я стал удовлетворителем, это действительно так стало. Будучи деканом, потом директором, я тоже открывал немало лабораторий у себя на Богофу, а потом в институте естественного, да, и действительно, будучи еще деканом, я достиг того, что хотел для молодежи. Ну, и сейчас, имея некоторые возможности, я стараюсь поддерживать вот некоторые начинания. Ну, может быть, я из-за того, что интересуюсь наукой, может быть, в пятой сфере, да, но сейчас, являясь руководителем большого университета, я не должен смотреть только на одну сторону. Сейчас я действительно смотрю и на другие стороны, и на другой функционал университета. В первую очередь, это не только делать хорошую науку, инновации, там, получить хорошие результаты, это, в первую очередь, это воспитание, поддержка молодежи. Потому что за ними будущее. Ну, лет через 10-15 тут будет сидеть другой человек, да, лет через 10-15, или столько будут управлять другие люди, да, другие активности будут, и что мы в них внедрим, вот то и получим. Ну, могу вот так, как бы, нешироко ответить. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Спасибо всем, кто активно принимал участие, спасибо коллегам. Я надеюсь, что это было продуктивно. Еще раз напомню, запись этой встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале университета, а также на сайте поступивсовый.ру. Найти этот сайт очень просто. Открывайте любой поисковик и пишите поступивсовый.ру. До встречи в университете. Я думаю, что пора прощаться. Точнее, скажем вам, до встречи. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Ну, хочу еще раз напомнить, да, что Светлана Васильевна, и вот Уяра, и компания, да, вот Володя, сказали, что в какой-то момент еще сделать, ну, не Zoom, да, а через Instagram встречу, да, и, надеюсь, некоторые вопросы, которые или я не ответил, да, или не были сейчас заданы, да, я буду встречать через Instagram. Ну, может быть, тему поменяете, не знаю, может быть, не совсем буду повторять про приемную кампанию, да, а в целом про жизнь университета, да, про развитие, да, и про программу, какие направления в образовании в целом, в образовательной вопрос можно не только в определенные дни, да, когда мы устраиваем встречи с ректором, вы всегда можете обратиться, написать на электронную почту или позвонить по телефону, которые указаны на наших сайтах. Спасибо. До свидания. Всем до свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.